Исайя 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 Чиновники-публиканы, низшее звено которых известно как мытари, завышали требуемые суммы налогов, чтобы обогатиться. Прокуратор Валерий Град менял первосвященников по своей прихоти, а Понсий Пилат стал известен своей жестокостью. Все это не могло не вызвать особой жажды пришествия Мессии. Иудеи вспоминали пророчество Даниила. Последний зверь из видения пророка, все пожирающий и сокрушающий, явно обозначал Римское царство. Книга пророка Даниила, глава 7, стих 7. А это значило, что за Римским царством последует царство правды. И как же вожделен был для народа глаз вопиющего в пустыне, приблизилось Царство Небесное. Еще прежде появления предтечи на свет, ангел возвестил, что рожденный не будет пить вина и секера, указывая на вечный обет Назарейства. Согласно 6 главе книги чисел, Назареи – люди, особо посвятившие себя служению Богу. Они не стригли волос и не прикасались к мертвым телам. В новозаветные времена Назареи часто удалялись в пустыню и вели аскетическую жизнь, а Иоанн был особенным аскетом. Местом пребывания он выбрал Иудейскую пустыню. Это простирающееся до мертвого моря пространство бесплодных скал и песчаных холмов, где растут сухие травы и крайне редко встречаются животные. Весной, в дождливый сезон, ее овраги наполняются бурными потоками, и пустыня расцветает. Но все остальное время воду можно было достать лишь из глубоких ложбин. Суровая и безлюдная пустыня привлекала тех, кто желал всецело отдать ум на служение Богу. Именно таким был Иоанн Креститель. Иоаннова весть «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное» подводила итог всему ветхозаветному пророчеству. «И будет Царство Господа» – книга пророка Авдия, глава 1, стих 21. «И Господь будет Царем над всею землею» – книга пророка Захарии, глава 14, стих 9. «И вот настало время исполниться обетованием». Но это было не Царство Земное, а Царство Небесное. Господь освобождает людей от власти греха и воцаряется в душах людей, объединяя их в Церковь. Предтеча понимал, что иудеи жаждут политического благополучия и призывал их переменить образ мыслей, оставить грех и покаяться. Тем самым Иоанн продолжал служение всех пророков, служение покаяния, отвращающее гнев Божий. Как и все евангелисты, Матфей указывает на пророчество Исаии. «Глаз вопиющего в пустыне» – книга пророка Исаии, глава 40, стих 3. Это пророчество находится в начале второго раздела книги пророка Исаии, содержащего утешительные слова для пленников вавилонских. Господь открывал им, что они будут спасены, но прежде необходимо приготовить дорогу Господу. Этот образ взят из древних восточных обычаев. Цари отказывались выступать в путь, пока не будет уготован для них путь, а для этого царские подданные засыпали ямы и всякие неровности, убирали дорожные камни. Под видом такого исправления пути изображается приготовление души к встрече с Господом. Призыв Иоанна Крестителя, прозвучавший почти две тысячи лет назад, актуален для нас и сегодня, и к нам приблизилось Царство Небесное. Ведь в каждое восприимчивое сердце Бог готов вселиться своей благодатью и стать Его Царем. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео.